Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в охренительную игру с очень необычной стилистикой, которая называется Вест оф Лотинг. Что ж, давайте начинать, надеюсь она вам понравится. А если вам понравится этот ролик или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Что ж, нам надо выбрать персонажа. Есть Лола Мойер, есть Кит Форд, есть Кап Карвайт, Детеныш Каретник, но тоже неплохо. Есть Хоук Коннор и Бобкэт Боуи. Блин, давайте возьмем Бобкэта, потому что Бобкэт это вроде рысь, а это котик. Будем играть за рысь охотничью. Играть за Бобката? Да, я буду играть за Бобката. У меня был самый странный сон, я выбирал класс персонажа. У нас есть Корова Панчер, Избиватель Бобов и Снэйк Уллер. Хм, Корова Панчер, это получается, и у меня будут сильные удары. Если я выберу Бенслингера, Бенслингера, наверное, я буду ловким. А если Снэйк Уллера, то я буду стрелять ядом. Ладно, берем Корову Панчера. Коровьи перфораторы решают свои проблемы с кулаками. Будь то тряска их у неприятного вальщика в незаслуживающем доверии салоне или использование их для того, чтобы пробить чуть более неприятного вальщика в чуть менее уважаемом салоне. Вы слышали, что коровьи дыроколы пользуются спросом на западе с тех пор, как коровы приехали домой? Что само собой разумеется. В конце концов, коровы не собираются бить себя. Ха-ха-ха, ну да, этим буду заниматься я. Я хочу быть панчером коровы, да. Это моя комната. Хорошо, она довольно уютная, да, и так будет выглядеть вся игра. Но говорят, что здесь офигенный сюжет, офигенная механика, игра веселая, смешная. Что ж, посмотрим, это что? Вы читаете корешок одной из своих книг. Берта Джонс и проблема в ущелье с привидениями. Я прочитал это один раз в десять. Уолт Джонс и тайна жуткой церкви. Мама дала мне это несколько лет назад. Флойд, опасность и древняя хижина. Я любил это. Короче, тут просто перечень книг. Прощай, фонограф. До свидания, стол. Да, видимо, наш герой отправляется в какое-то путешествие или приключение. Какой беспорядок? Опачки. Там мы идем. Вы получаете немного опыта. Прогресс к следующему навыку один из пяти. Ты будешь скучать по приготовлению мамы. Это мамин пирог в безопасности. Это держит все ее пироги в безопасности. Ха, я рад, что мамины пироги в безопасности. Вы пропустите еду с семьей. Комната твоего младшего брата. Вы берете одну из странных ник вашего брата и пролистываете ее. Ничто из этого не имеет смысла для меня. Вы берете, да. Неудивительно, что я никогда не знаю, о чем он говорит. Несчастные арифметики. Решение проблем с геометрией. Ситус пертентис. Я думаю, что это что-то о математике. Может быть? Это игрушечная коробка твоего младшего брата. Давайте заглянем. Хех, он любит такие вещи, как это. Вы получили предмет куб головоломки. И что с ним делать? У меня есть куб головоломки. Это одна из странных загадок вашего младшего брата. Так аккуратно. Он покрыт всеми его странными диаграммами и диаграммами. Ладно, выходим отсюда. Пора валить из этого дома. Тут, конечно, весело. Это, это... Так будет выглядеть мир. Это круто. Твоя мама тепло улыбается, когда ты подходишь. Мам, я сейчас ухожу. Мы будем скучать по тебе, детка. Ой, и прежде чем ты уйдешь, я получила для тебя подарок. Подарок? Ага, эту книгу ты хотел для Кримба. Я знаю, что рано, но... О взломе замков? Тут о выживании в пустыне. О бартере. Ну, давайте выберем выживание, и оно пригодится, если мы будем выживать. Это та самая. Наслаждайся ей. Пожалуйста, будь осторожен там. Напиши письмо, когда сможешь. Я буду, мама, осторожен. До свидания. Это что за мужик? Твой отец угрюма колет в стоге сена. Эта шляпа не подходит тебе, папа? Я вырасту в это. Мне пора уходить. Его губы немного дрожат. Послушай, я хочу, чтобы у тебя было это. Это кастет твоей бабушки. Вы получаете кастет. Зачем мои бабули? Ну ладно, мы на Диком Западе. Наверняка у каждой бабушки там был кастет. Кастет. Спасибо тебе, бать. Хорошо, удачи там. Обязательно попрощайся со своей мамой. Я сделал это. До свидания, папа. Это стог сена. Вы нашли... Вы понашли иголку в стоге сена. Прикольно. Хорошо. Для чего она нужна? Пустыня есть и пить. Эта книга содержит все, что вам нужно знать, чтобы превратить суровую безжалостную пустыню в свой личный буфет. И самое приятное, что в буфете также есть открытый бар. Давайте ее прочитаем. Вы читаете книгу и изучаете всевозможные трюки, чтобы выживать и выжать из кактусов и еще много чего лишнего. Короче, я смогу выжимать... Вы знаете, как жить за пределами земли, добывая еду, выпивку и зелье из частей земли с кактусом. Короче, я смогу из кактусов получать влагу, да? К сожалению, практикуя свои приемы, вы случайно сжимаете книгу в книжный сок. Что оказывается нереальным? О! А где, в общем-то, навыки? Так, ладно. Игла. У меня есть кастет. Это не для Севина. Это для взлома замков. Это были медные костяшки твоей бабушки. Ваша бабушка была силой, с которой нужно считаться. Окей. С этим разобрались, но как посмотреть навыки? Видимо, они где-то здесь, да. Мускулы, мистикалити, не совсем понятно, что это. Бодрость, зернистость, сообразнительность, очарование. Что дает мустикалити? Это твоя мистичность. Вот. Она влияет на количество урона, которое вы наносите заклинаниями, и количество урона, которое вы получаете от заклинаний, и стихийных атак плохих парней. Хорошо, это хорошо. Бодрость. У тебя есть Мокси, малыш. И это... сколько? Мокси влияет на то, сколько урона вы наносите, когда стреляете, и сколько урона получаете, когда получаете выстрел. Наверное, надо было прокачивать мне все-таки стрельбу. Зернистость. В какой-то степени вы по-настоящему песчаные. Чем оно выше, чем жестче ты будешь. На этом уровне плюс 20 хп, плюс одна емкость желудка, боль терпимости. Ну, сообразительность, очарование, это понятно. Ладно, братан, давай пообщаемся с тобой. Твой брат Руфус стоит здесь нервничая. Он довольно хорошо выглядит нервным. Вернуть ему загадку. Вы даете ему головоломку, и он начинает суетиться с ней. Прощай. Я до сих пор не понимаю, почему ты уезжаешь. Знаете, а вот у него есть смысл. Зачем являются... Ты идешь на запад? А, зачем я иду на запад? Я понял. Уйти с этой глупой фермы. Руфус, ты знаешь, как сильно я ненавижу здесь находиться. Я не могу остаться. Я должен идти туда, где происходит действие. Но это так опасно. 60% людей, отправляющихся на запад, погибают в течение года. И это статистика перед коровы пришли домой. Какие нафиг коровы? Почему они все ходят домой? Почему все коровы хотят идти домой? Я не знаю. Но со мной все будет хорошо. Я буду в порядке. Ты беспокоишься о заботе о маме и папе. Я буду беспокоиться обо мне. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О маме с папой. Ладно, если ты так говоришь, я все еще думаю, что ты будешь мертв от Кримба. Я буду скачать по тебе, Руфус. Ладно, вы даете ему игривый удар по руке. Ну что, встречай меня, Дикий Запад. Идете на запад, молодой человек? Да. Путешествие на Великих Равнинах. Надо по-любому посмотреть вступительные титры. Игра обещает быть классной и сюжетно интересной. Когда люди рисуют такую минималистичную графику, у них остается больше времени на проработку сюжета, каких-то шутек, может быть, геймплейных фишечек и прочего. Вот с мужиком бы познакомиться, с которым я еду. А из этих очарышек можно начать уже выжимать воду. Она ведь пригодится нам, дружище. Все ему не сидится на месте. Ну, понимаю, мандраж. Короче, спустят 2 мили. Все, скинули меня, да? Что ж, плохая новость в том, что вы упали с этой тележки и были выбиты на пару часов. И теперь у вас нет поездки. Ни мяса, ни перспектив. Хорошей новостью является то, что вы находитесь в городе, а не где-то в ущелье. Не так много в городе, хотя... Вставай и отряхивайся. Город скучных источников. А вот репа мне пригодится. Камень нельзя взять? Ты кто такой, мужик? Простите меня, мистер. Не хочешь со мной говорить, да? Массидей здесь. Вывеска на двери гласит «Ушел пить». Ну что? Ой, я куда-то наступил, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Куда в первую очередь идет искатель приключений? Конечно же, в салон. Давайте туда и ворвемся. Что меня, интересно, там ждет. Погнали. Когда вы входите в салон, сумасшедший парень, сидящий слева от двери, кричит и машет вам, чтобы привлечь ваше внимание. Привет, где твоя шляпа, Дагнобит? Ну, я... Ты не можешь здесь пить без шляпы, это неправильно. Он оказывает на коробку с надписью «Возьми шляпу рядом с дверью». Ха-ха, хорошо. Хорошо, шляп... Окей. Надо соблюдать правила. В чужом городе. Вы просматриваете шляпную коробку и находите крепкого Стэнсона. Это похоже на то, что ты наденешь. Это название шляпы? Крепкий Стэнсон? Вы получили предмет. Шляпа с четырьмя галлонами. Вы берете шляпу и надеваете ее. Спасибо, Пит! Спасибо, Пит. Он дает вам дружеский, хотя и несколько раздражительный кивок. Скажи, феллер! Да? Вы направляетесь на... А, вы направляетесь на запад? Если ты хочешь какую-то компанию, я был бы рад прийти. Джем, дай мне знать. Ну, эээ... Никакого давления! Хорошо, я буду иметь это в виду. Только кто со мной разговаривал? А, вот этот чувак. То есть, в случае чего, и можно его взять, наверное, в нашу команду, да? Так, это что? Это плевательница. Люди плюют в это. Даже не заглядывая в нее, вы знаете, что это абсолютно отвратительно. Посмотрим, что там. Да, это полный плевок. Обычная слюна. Грубая табачная слюна. Жевательная резинка. И это похоже на несколько зубов. Это отвратительно. И запах. Даже издали пахнет ужасно. Присмотримся. Теперь вы на коленях выглядываетесь в грязную плевательницу. Я не... Я не понимаю, что с тобой не так. Подожди, там что-то светит внизу. Взять. Вы протягиваете руку к плевательнице, даже прежде, чем прикоснуться к ней. Вы можете чувствовать грубость в воздухе, как сальный туман, окутывающий вонючий медный ужас. Пахнет рвотной коркой на соревнованиях по приготовлению барбекю. Вы сомневаетесь. Никогда не сдаваться! Ты погружаешь свою руку в ужасный суп. Звучит, как глоток. Ваша кожа горит. Твои глаза начинают поливать. Продолжаем искать. Ваши пальцы соприкасаются с чем-то. Вы медленно вытаскиваете руку из супницы дьявола, не рискуя разбрызгать содержимое на себя. Вы, кажется, получили какое-то кольцо. Возможно, какая-то болезнь. Поздравляем! Вы получили предмет противное кольцо. Ура! У меня есть теперь кольцо. Ну-ка. Что надоёт? Хотя получение этого кольца было травмирующим, вы должны признать, что оно того стоило. Увеличение мускул, мистичности и мокси. Неплохо. Уже неплохо. Да, мой первый предмет найден. Эти двое играют в покер, или, по крайней мере, пытаются. Они продолжают смотреть взад-вперёд из своих рук на карты, как играть в покер, которая входит в их колоду, касая губы и концентрируясь очень усердно. Угу. Чтобы поиграть, нужно 20 мяса. Да и в покер играть я, честно говоря, не умею. У тебя уже есть шляпа. Что бы вы сделали с двумя? Ну, я мог бы одеть две шляпы. Я, наверное, должен оставить его в покое. Женщина смотрит на тебя. Вы, вероятно, должны просто позволить ей выпить. Хауди, я Бобкэт. Привет, Бобкэт, я Граций. Рад встрече, чем занимаешься? Я городской хозяин. Я не знаю, что это такое. Я городской торговец с лошадьми. Ага, попался. Как это работает для вас? О, эти лошади просто летят за дверь. Так что, бизнес процветает, Ницца? Нет, я имею в виду, что лошади убегают. Я не продал ни одной в возрасте. Ой. Вот почему ты здесь мест... А, короче, его лошади убегают, он ни одной не продал. Во. Все, я понял. Вот почему ты здесь так много пьешь. Ау, еб. И то, что я здесь пью, а несмотря на лошадей, вероятно, так и продолжают убегать. Это, короче, порочный круг. Но мне нужна лошадь. У тебя есть еще? Одна. Вид скучный, но у нее четыре ноги и спина. Приходите ко мне в конюшню, я буду рад показать вам ее. Ладно. Я, похоже, начинаю разбираться в диалекте этих жителей. Добрались до бармена. Вы подходите к бару и терпеливо ждете, пока бармен вас заметит. Пока вы ждете, на задней стене прикреплена табличка с надписью. Вознаграждение за потерянные кружки 25 мяса каждый. В качестве валюты, похоже, будет мясо. Привет, ковбой! Привет, бармен, меня зовут Бобкэт. Что привело вас в нашу маленькую замодь? Ох, как обычно. Я приехал на запад, чтобы разбогатеть. Пока что не очень повезло. Любая работа вокруг этих частей... К сожалению, в Боринг Спрингс уже больше людей, чем рабочих мест. Это скорее город побегов, если вы меня поймете, о чем я. Если вы ищете настоящую работу, я бы порекомендовал поговорить с железнодорожниками из Диртвотер. Хорошо. А что там за железнодорожники? Железнодорожная компания Манифест Судьбы. С заднего востока. Они пытаются провести линию до Фриска, и у них так много времени. И они нанимают? О, я считаю, что они всегда нанимают. Для того или для другого. Большая компания это... А Диртвотер? Это интересно. Это достаточно далеко на западе, чтобы все еще более или менее освобождать от Верховенского Закона. Но не настолько далеко на западе, чтобы его сожгли проклятые коровы. Там много возможностей. Причем здесь коровы? Может, корова это какая-то банда преступников, или что-то в этом духе, просто перевод такой. Она останавливается на несколько секунд, задумавшись. Ага, если бы я была моложе, я бы, наверное, туда и пошла. О поручениях? Может быть, она что-то поручит? Вы упомянули поручение. Да, это заброшенный бург всегда так или иначе разваливается. Хозяин всегда нуждается в помощи, так как он повредил ногу. И этот беззащитный шерф, безусловно, мог бы заставить кого-то выполнять свою работу за него. Короче, у чувака, который продает лошадей, по идее, может быть работа. И у шерифа. Что-нибудь еще? Что? Что ж, у меня в подвале болтается гоблин. Какая-то корова из ущелья не вытерла сапоги и повсюду получила споры. Я могу справиться с гоблином. Весьма признателен. Я открою дверь в подвал для тебя. О, и тебе это понадобится. Вы получили слабый фунгицид. Я позабочусь об этом. Хорошо, дверь в подвал. Где она? Наверное, вот это. Сейчас будет, похоже, первое сражение наше. Это реально корова. Человек-корова. Вот чего-чего я этого и не ожидал. Что у нас? Куча старых газет. Вы получили предмет газета «Скучные источники». Это реально корова роется в мусоре. Ха-ха. Гоблин кричит «Бриярк!» Ну, нападем на гоблина. Прыгнул на них. У вас есть одно очко действия. Так, пистолетная атака. А у меня разве пистолет есть? Так, хорошо. Атака ближнего боя. Это мой кастет. Это понятно. Пистолет. Вы нанесете два повреждения этой цели. Биф-ап. Стоит... Одно очко действий, видимо. Можно использовать один раз за бой. Ваша сила увеличивается на два. Это не остановит ваш ход. Окей. Первая помощь. Сдаться. И слабый фунгицид. Не закончит свою очередь. Это нанесет 25 урона цели. При условии, что цель гоблин. Давайте попробуем его использовать. Ха-ха-ха-ха. Нажмите на любую клавишу, чтобы продолжить. Хорошо. Отправив гоблина, вы похлопываете себя по спине за хорошо выполненную работу. Прогресс к следующей повышении квалификации. Ну что, друзья. Первая миссия выполнена. Мы добрались до города. Мы начинаем получать задания. Начинаем выполнять квесты. Ну а вы пишите свою очередь. Нравится вам игра или нет. Что вы о ней думаете? Хотели бы вы видеть прохождение? Надеюсь, что да. До новых встреч. Удачи. Пока. Пока.